Норма есть нечто в ряду с ценностями, критерий ценностей, идеал ценностей, идея самого законного ценностей. Можно найти это только в этике, только этика, или точнее только нравственность в законный порядок. Когда философия права... ...между государствами, сколько между идеями. ...системы безопасности, как раз таки вот в этой системе ценностей... ...это ежегодная конференция наша, богословская. Готовились мы в этот раз гораздо дольше обычного, то есть как только начались заседания урокомитета, посвященные празднованию 300-летия православной и духовной нашей семинарии, фактически, да, вот с весны этого года началась уже активная фаза подготовки к этому мероприятию. За всю историю проведения этой богословской конференции сегодня у нас самое масштабное мероприятие получилось. Больше всего иногородних, иностранных докладчиков, больше всего приезжих у нас гостей. И все это, конечно, стало возможно благодаря благословению нашего владыки, митрополита Казанского-Торстанского Кирилла и при поддержке руководства республики. Вы знаете, это очень прекрасное мероприятие, где мы все можем вместе посмотреть друг в друга в глаза, увидеть наших братьев, братьев-мусульман, наших священников, которые занимаются межрелигиозным диалогом, в частности, исламским диалогом. Это встреча единомышленников. Я буду выступать и говорить о теме межрелигиозного диалога между Россией и Ираном по богословской комиссии православия-ислам. Эта комиссия уже действует 26 лет. Она сформирована между богословами Русской Православной Церкви и шиитскими богословами Исламской Республики Ирана. Я приехал сюда по приглашению моих старых друзей, по приглашению ректора Казанской духовной семинарии Ца Владимира. И в Казани я не первый раз, и выступаю не только перед православными христианами, но и перед мусульманами по теме истории Османской империи, ну где-то, если хотите, и ислама, и, естественно, христианства, потому что все это взаимосвязано. Поскольку Казань, видите, здесь собрала два больших народа, русский и татарский, с богатой культурой, исповедующей разные вероисповедания, но и аврамические, монотеистические, поэтому есть очень много здесь точек соприкосновения, но немало и разногласий и расхождений, которые можно с научной точки зрения обозначить и обосновать, и понять. Вот это, наверное, важно, поскольку вот этот межрелигиозный диалог, он возможен в том случае, когда мы довольно-таки неплохо знаем вероисповедание наших собеседников. И очень бы хотелось бы, чтобы и наши мусульманские братья так же неплохо знали и христианство, потому что их недопонимание часто приводит к конфликтам, которые, к сожалению, в общем, отравляют жизнь по всему миру. Надеюсь, что в России мы сами сможем разобраться с любыми недопониманиями с точки зрения межрелигиозного христиано-исламского диалога. То уже три столетия на нашей земле существует духовная школа, которая выпускает пастыри Церкви Христовой, которая учит людей вечным и непреложным истинам, соблюдением заповедей Божьих, жизни во мире, во любви, во согласии. Я думаю, для нашего региона сегодня вот то взаимопонимание между даже разными культурами, разными религиями, которые сегодня сложились, это не в последнюю очередь заслуга в том числе такой многовековой традиции духовного образования. Потому что мы знаем, что все экстремистские явления в какой бы то ни было религии, какие-то деструктивные проявления, духовные составляющие, это в основном все происходит из-за непросвещенности, из-за незнания людей, основ этих религиозных истин, основ своей веры, что здесь первично, а что там вторично, что мы неукоснительно должны соблюдать, как мы должны к ближним относиться. Я думаю, вот три столетия такого духовного просвещения, последовательного, дали на самом деле сегодня свои плоды, и мы сегодня их, слава Богу, пожинаем. Ну и естественно, три столетия, да, здесь наша епархия для храмов, для монастырей является кузницей кадров не только для нашей епархии, для нашей митрополии, но для соседних митрополий она является такой кузницей кадров, откуда, собственно говоря, появляются священники, многие задаются этим вопросом, откуда они появляются, вот как им стать, понимаете, то есть вот для некоторых это кажется, что какого-то, не знаю, да, и наземного происхождения какие-то, да, люди, но на самом деле, да, те же самые ребята, которые заканчивают обыкновенные школы, приходят сюда, учатся, да, воспитываются здесь и готовятся для дальнейшего своего служения.